Всем привет! Это Веганки! И сегодня, опять как и в прошлый раз, мы к вам с вкусным и классным веганским рецептиком. Сегодня мы хотим вам представить вкусные домашние веганские тако. Мы будем их готовить собственными лепешечками, с ароматной томленной в соусе унаги, фасолькой, кукурузой и специями. Давайте поскорее приступим, amigos! Для приготовления наших домашних лепешек тако мы замешиваем ингредиенты. Смешиваем муку, все специи, которые указаны в описании под видео, растительное масло и воду. Хорошенько все перемешиваем до однородной консистенции. Тут же и папайя, и тофик нас, как всегда, поддерживают на кухне. Вымешиваем тесто. Мы присыпаем также тесто мукой и оставляем отдохнуть где-то на 15 минут. Разделяем тесто на 6 частей и раскатываем каждую часть в очень тонкую лепешку. Вот такая вот она получается. Смазав небольшим количеством растительного масла сковородку, мы выкладываем лепешку. И обжариваем ее со всех сторон до золотистости и до таких вот формирований пузыриков на ней. После этого мы смазываем лепешки веганским кокосовым сливочным маслом, чтобы они были еще более ароматными и мягенькими. Так поступаем со всем оставшимся тестом. Вот какая привлекательная лепешечка у нас вышла. Накрываем лепешки полотенцем, чтобы они остались тепленькими. А в это время приготовим начинку для тако. В первую очередь мы нарезаем полукольцами лук красный, также мелко нарезаем чеснок и перец чили. Нарезаем кинзу прям с ножками, но оставьте несколько веточек для украшения наших тако. И нарезаем дольками помидорки. В небольшом количестве растительного масла обжариваем лук, чеснок и перец чили. Когда они станут чуть помягче, добавляем фасольку и кукурузу. Перемешиваем и еще парочку минут томим вместе. Далее добавляем соевый соус и растительное молоко. Также все перемешиваем. Далее добавляем специи. Они указаны в описании под этим видео. И снова все перемешиваем. Так готовим примерно несколько минут. Далее добавляем соус унаги. Ссылка на наш рецепт унаги будет вот здесь в углу подсказочках. Перемешиваем все ингредиенты в сковороде и добавляем кинзу. И готовим еще буквально пару минуток, пока все ингредиенты прогреются и соединятся во вкусах. Для подачи нашей лепешки тако мы смазываем соусом. Рецепт данного соуса вы можете найти в подсказках в нашем рецепте крекеров. Но вы можете также использовать любой другой томатный соус или кетчуп. Следуя на лепешку выкладываем нашу начинку из фасоли, кукурузы и овощей, свежие помидорки. И хорошенько сдабриваем нашим веганским сырным соусом, рецепт которого вы также можете найти на нашем канале. В подсказках вот здесь будет. Выкладываем свежую зелень и все, наш тако готов. Ну что же, переходим к пробе нашего тако. Расскажу вам секрет. Изначально мы хотели сделать буррито, но поняли, что наша сковородка слишком маленького размера, чтобы сделать нормальные лепешки, в которые можно завернуть. Вообще, приготовление блюд с домашними лепешками, это, наверное, отдельный вид удовольствия, потому что всегда получается классный вариант. Да, конечно, вы можете использовать какие-нибудь веганские тортильи, но ничто не заменит именно вот такой домашний вариант. И на самом деле это все очень просто делается. Ну, лепешки можно сделать буквально смешав. Ну, вы сами видели в рецепте. Минимум ингредиентов, но при этом получите свежую закуску к вашему там тако, буррито, супу, вне зависимости от того, с чем вы хотите есть. У нас такой смесь, такой классики фьюжина получилась в начинке, то есть у нас классический фасоль с кукурузкой, кинза, перец чили. И небольшое такое фьюжин дополнение, это растительное молоко и соус унаги. Рецепт этого соуса унаги вы можете найти у нас на канале, вот ссылочка будет вот здесь. Также мы в этом тако использовали соус перечно-томатный, который мы готовили вместе с крекерами. Рецепт также найдете здесь. А также мы использовали веганский сырный соус из кешью, который также есть на нашем канале. Совпадение? Не думаю. Причем, не знаю. В общем, это все вместе дает очень классное сочетание вкусов. Здесь есть такая остринка легкая, ну, естественно, вы можете регулировать ее по вкусу. Такое сладость от этого же соуса. Маги, молочка, ягодского. Да, то есть такое очень приятное и классное сочетание вкусов, и вы можете дополнять эти тако такими ингредиентами, которые вы хотите. Можете сюда лист салата положить, помидорки. Можно болгарский перец положить, обжаренный предварительно, тоже будет очень вкусно. Особенно если его в соевом соусе обжарить. Грибочки также можно в соусе унаги обжарить в этом же. И вакамоле. Да, кто хочет по свежаку такому загнаться, можно добавить и его. То есть простор для фантазии огромный. Но самую фишечку тут делает, конечно, сочетание с домашними лепешечками. Спасибо, что посмотрели наше видео. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Смотрите другие наши видосы и ставьте лайк этому видео. И оставайтесь с нами. Пока! Пока!